Доброго времени суток, дамы и господа! С самого старта обновления 10.2 люди заходят на стримы ко мне и спрашивают, как получить легендарный топорик Фералат в издатель снов, можно ли его получить будучи шаманом, а я вот играю только пвп, могу ли я его получить? В этом видео постараюсь ответить абсолютно на все вопросы. Знаю, что многие там только пвпшат, кто-то вообще на классику ушел, поэтому, похоже, только мне придется отвечать на эти вопросы. Поехали! Получить легендарный топор может Воин, Паладин, Рицарь Смерти. При этом вы можете получить абсолютно на любую специализацию. То есть, если, например, откроем интерфейс игры, у вас выставлена добыча для специализации кровь, то вы все равно можете пролутать легендарный топор. Если у вас выставлена свет, защита, у Воина тоже, да, защита называется, танковская специализация, то все равно вы имеете шанс на пролутку легендарного топора. Таким образом, без разницы, какая у вас добыча для специализации. Здравствуй, Максим! Видел в среду скриншоты с Великого Хранилища, где он падает Фералат, Воздаятель Снов. Правда это или фейк? Фейк! Не может Фералат, Воздаятель Снов, легендарный топорик, выпасть с Великого Хранилища. Он может выпасть только с Ферака. Что примечательно, если мы рассмотрим абсолютно все сложности, то он может выпасть в персональной добыче прямиком нам сумку. Но если мы будем рассматривать эпохальную сложность, то он может выпасть также с босса. И просто-напросто рейд-лидер сам решит, кому отдать этот топорик. Проходя рейд в разных сложностях, эпохальной, героической или системой поиска рейда, мы можем пролутывать малые угли и большие угли. Для чего они нужны? Нужны они для того, чтобы повысить шанс выпадения легендарного топорика. В тот момент, когда мы используем малые угольки, мы немножко повышаем свой шанс. А если мы используем большой уголек, то мы уже значительно повышаем свой шанс. И если вам выпал большой уголек, то значит топор вы не получили. Потому что большой уголек падает с самого Ферака, а малые угольки падают с первых восьми боссов. Попытки получения топорика идут только с того момента, когда хотя бы какая-то гильдия сделает убийство эпохального Ферака на регионе. 27 ноября это сделала гильдия Эхо, первая в мире и первая на европейском регионе. Что у нас получается? Получается так, что начиная с 29 ноября, мы, играя на Ру-реалмах, на Ю-реалмах, можем пролутывать либо сам топорик, либо угольки, которые повышают шанс на его дроп. Малый уголь Фералата немного повышает шанс и падает с первых восьми боссов. Большой уголь Фералата значительно повышает шанс выпадения топора и падает только с Ферака. Имеется игровой скрипт, который реагирует на малые угли Фералата. Нас интересует строчка discovered и quantity. Discovered помечает нам, получили ли мы вообще или не получили. True. Правда? Да. False. Нет. Неправда. То есть не получили. В моем же случае true, то есть малый уголек, был получен. Если буду листать чуточку ниже, то увижу quantity, именно количество. То есть малые угольки были получены в количестве двух штук. Большой уголек непонятным каким-то образом на текущий момент работает. Либо засчитывается, либо не засчитывается. Но стоит понимать, если вам выпал большой уголек, то, к сожалению, топор вам с этого убийства Ферака не выпал. Довольно-таки частый вопрос вижу на трансляциях. Если уже пройден героев, стоит ли идти Normal или LFR, который в будущем откроется? Ответ. Нет. Все это расписано именно в этой строчке. Переведем ее. Как в случае с Назура, это легендарное оружие драктиров в Аберии. Завершение более высоких уровней сложности будет включать в себя ваши шансы на все незавершенные, более низкие уровни сложности на этой неделе. Что это значит? То, что ответ. Нет. Нам не нужно посещать Normal, если мы закрыли героев. Также совокупное увеличение шансов на последующие недели. Подразумевается то, что угольки также просчитываются. То есть желательно нам, конечно, получить малый уголек до того, как мы убиваем Ферака. С целью того, чтобы незначительно хоть как-то увеличить шанс. Не спешите радоваться получению легендарного топорика. Ведь в тот момент, когда вы его наденете, он разрушится. И обратно попадет в сумку в виде квестового предмета. Нужно будет сделать квестлайн, в ходе которого мы там фармим цветочный бум. Уничтожаем вещицы, убиваем рарников в изумрудном сне. Меняя слои, это можно в целом сделать быстренько. Но нам же еще нужно и крафты сделать. Требуется три крафта в трех разных профессиях. И для этого нам нужны разные реагенты. Многие люди жалуются, что придется потратить почти миллион золота. Ошибка. На текущий момент нужно потратить намного меньше. Тысяч триста или четыреста. Но все равно для кого-то это, быть может, неподъемная сумма. Что ж, ссылка в описании. Пользуйтесь. Но если вы хотите пофармить голдишку, есть разные видосики на ютубе. Также все эти реагенты можно не покупать, а фармануть самому, как вариант. Если у вас имеется такая возможность, фармите. Кожа обсидиановой кобры, например, добывается довольно-таки легко. Нужно просто немножечко везения. Цена 10 тысяч на аукционе. Уже не 40 тысяч, как это было ранее. Поэтому можно и прикупить, если вам не хочется париться. Суть просто в том, что есть ли у вас золото или есть ли у вас время. Если есть время, вы фармите реагенты. Если есть золото, вы покупаете реагенты. Все просто. Далее вам легендарку. Сейчас вас инвайтить будут везде, когда вы ее пролутаете рано или поздно. Ошибка. Откроем simulationcraft.org и посмотрим, как изменится ДПС классов. Перед вами ДПС абсолютно всех классов и всех специализаций при максимальном 489 этом левеле. Также, если имеется легендарный топор у этого класса, то он надет. Что у нас? Ретрик. Высоко? Очень. Анхолик. Очень высоко. Лидирующую позицию, конечно же, занимает. Везде его будут инвайтить. В рейде ему, конечно же, будет место и, конечно же, только ему будут кидать предание. Никакому либо разбойнику. Что там у нас еще? Воин? Ух, воин, какой нереальный лидер. Как много он дает урона. Всех обгоняет. Но фрост действительно хорош на текущий момент времени. А сверху фрост с одноручками. Вдумайтесь. Класс с одноручками. Специализация. Билд. Билд делает больше урона, чем билд с легендарным двуручным оружием. Это ли не смешно? Легендарное оружие дает немного урона. И если подвести итоги, то все, что нам нужно, это ходить воином, паладином или лицарем смерти по Мердрасилу Надежду Сна. При этом зачищать нужно максимально возможную сложность. И Ферака нужно убивать, конечно же, хотя бы раз в неделю, потому что именно с него мы лутаем легендарный топорик. Также стоит подкопить золотишко. 400-500 тысяч будет целым нормально. Можно, конечно, закупиться реагентами сейчас, но, быть может, в будущем они будут еще дешевле, а, может быть, цена на них повысится, кто знает. Но, опять же, реагенты можно получить и самому. Выформить, выкрафтить, обшкурить мопцов. Это можно в любой момент времени. Решайте сами, думайте сами. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Если есть еще какие-то вопросы, дайте знать об этом в комментариях. До скорого!